Книга «Открытым оком», тема работы, третий том, вопрос 1145. «Можно ли христианам летать в космос?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если христианам не запрещено спускаться в подвал за капустой, значит, можно быть шахтером и спелеологом. Если не запрещено подняться на крышу своего дома или жить на втором этаже и выше, то значит, можно летать на самолете, космическом корабле. Расстояние не играет никакого значения. Нужно только знать, полезно ли это тебе, не опасно ли это для твоей жизни. Матфея 4,7. Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Если человек имеет такую ценность в очах Божьих, что он взыскивает с тех, по чьей вине человек погибнет, предавая их самих смерти, то он взыщет из тебя за то, что ты сам без нужды рисковал своей жизнью, как альпинист или штурмующий полюс, или летишь в космос. Самоубийцы Царствия Божия не наследуют. 1 Коринфянам 10,23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Сераха 8,19. «Не заводи ссоры со вспыльчивым и не проходи с ним через пустыню, потому что кровь, как ничто в глазах его, и где нет помощи, он поразит тебя». Так точно стать кандидатом на погружение в глубочайшие впадины моря или на воздушном шаре сделать кругосветное путешествие. Какая в этом нужда? 2 Ездры 4,23-24. «И готов плавать по морю и рекам, льва встречает и во тьме скитается». Лука 4,12. Иисус сказал ему в ответ, сказано «Не искушай Господа Бога твоего». Христу дьявол предлагал броситься вниз, а тебе он предлагает порхнуть в космос. Не искушайся.